добрый день друзья с вами архивная революция и я михаил тимин сегодня у нас в гостях кандидат технических наук александр волгин александр приветствую приветствую хай александр вас мало знает наша аудитория аудитория нашего канала поэтому я попрошу вас немного представиться рассказать о себе ну в первую очередь даже не о себе о своем труде с которой вы сегодня представляете у нас я так понимаю это книжечка панцер кампфаген тигр ауст б конструкты он and develop and development да совершенно верно книга вышла несколько лет назад должна была появиться еще раньше на русском языке но вот к сожалению она вышла на английском поэтому наверное так мало знают об этом эпическом труде в нашем пространстве ну я надеюсь она в ближайшее время и выйдет и на русском языке да я очень хочу ее издать на русском языке причем настолько сильно что готов это сделать за свой счет и сейчас мы активно работаем то есть уже готов исправленный дополнен текст переработана целиком графика ну ждем ближайшее время надеемся как оказывается на западе издать почему-то проще чем у нас у меня такая же была судьба у меня моя книга вышла к сожалению сначала в англии а потом у нас ну вот я надеюсь что повторю ваш путь но на самом деле дождем от издательства пятый рим подвига ближайшее время да это был секрет но теперь это уже не секрет можем вырезать в конце концов да нет уж пусть будет ну поговорим о предмете так сказать да собственно книга посвящена непосредственно разработки этого танка производственным процессом конструкции изменения в ходе производства и испытаниям на полигонах оценки как союзников так и отечественных специалистов наверное лекция пройдет в таком же формате то есть пойдем по накатанной отлично боевого применения насколько я понимаю нету да боевого применения нет потому что это вообще отдельный такой пласт поэтому я вот считаю что нужно заниматься либо матчастью либо боевым применением если совмещать ну получится ни рыба ни мясо по крайней мере у меня может у кого-то получается очень хорошо 10 томов получится делать нет на самом деле просто ситуация такова что боевое применение это уже со со середины сорок четвертого года сорок пятый год это уже такие массированные операции красной армии союзников это все идут в германию голопом по европам что называется и минимум немецких документов сохранилось и операции этих танков они в принципе уже теряются в основной массе поэтому разбирать вот каждый эпизод это ну вот отдельный такой труд сейчас например выходят статьи дмитрия лиходеда дмитрия новикова по известному казалось бы событиям которых открывается очень много нового но суть в том что применение на варспоте бои в венгрии на варспоте бои в венгрии на тигровом углу это сандомир лисов и дивизия сс норланд с 503 батальоном сс то есть есть что почитать просто действие этих танков они не массированы то есть обычно их уже прикрепляли каким-либо группам там в количестве 6 8 машин и поэтому разбирать вот такие вот моменты ну это прямо вот целый пласт такой деятельности исторической которым нужно целиком посвятить себя ему тем более я думаю что вы больше меня представлять лучше меня представляете что документы нужны с обеих сторон чтобы как-то картину обрисовать в целом потому что по журналам боевых действий по наградным листам что у тех что у других там получается ну как мы уже сказали то отдельное так сказать направление можно пойти на тигровый угол на war spot там много материалов очень интересные статьи современные с привлечением документов сторон идите друзья а мы сейчас поговорим конкретно про технику да конкретно про железо машина очень интересная тем что это по сути квинтэссенция всего немецкого танкостроения времен войны все тенденции все к чему они шли все воплотилась в этом танке и после него уже не было ничего то есть не только по времени но и на самом деле разработки уже никакие не велись то есть планы производства на сорок пятый год это тигр 2 и пантера пантера возможно в модификации f потому что уже в берлине были замечены относительно недавно фотографии когда пантера с шасси f но еще с башней от модификации g то есть возможно что уже пошло бы крупносерийное производство новой модификации но собственно это все никакой там есть серии мертворожденной ничего не планировалось только тигр b и пантера а маус не хотели маус не хотели собственно история разработки этой машины она уже поросла какими-то небылицами какими-то мифами которые возведены в догму и в общем то что что это танк истребитель то есть противотанковая сау то что это развитие пантеры то что конкурс был между парше и хеншелем то есть действительно тоже вообще танк построили вокруг пушки вот такие вот даже в литературе встречаются вот такие моменты это не совсем так во многих аспектах совсем не так поэтому начнем по порядку необходимость борьбы с бронетехникой противника немцы осознали еще до вторжения в советский союз они уже познакомились с макильдами с толстоборонными поэтому в сорок первом году разговоры велись вокруг 88 миллиметровой пушки это знаменитая ахт-ахт длиной 56 калибров зенитное орудие которое планировали ставить на танк но в мае сорок первого года гитлер уже потребовал чтобы начали разработку орудия которая на дистанции в полтора километра способна пробить 100 миллиметровую броню таким требованием удовлетворяла зенитка флаг 41 доктор фердинанд парше пообещал что все сделает но естественно неких особой работ естественно не начали вести потому что в работе уже было несколько танков фердинанд парше по одному танку не делал не проектировал у него сразу там целое семейство планировалось в результате в скором времени в ситуации вмешалось управление сухопутных вооружений и предложила на разработку компаниям круп и рейн металл башню для танка vk 4501 орудием длиной 70 калибров vk 4501 это будущий тигр тогда эта разработка была парше и собственно присоединился хеншель башня должна была быть установлена как на один танк так и на другой все различие должно было заключаться в том что для парше это электропривод а для хеншеля это гидропривод далее произошло еще одно событие эта комиссия ознакомилась с танками т-34 на них он произвел достаточно значимое впечатление не сказать что немцы не знали рациональных наклонах брони до этого но здесь они убедились в эффективности и в историю этой башни активно вписывается башня 34 потому что проект готовой башни который был готов к весне 42 во многом был похож на сварную башню т-34 причем со значительным усложнением технологии к этому моменту мы еще вернемся потому что ряд событий произошел еще до того как был готов проект башни появление т-34 внесло ряд тенденций в немецкое танкостроение здесь наверное стоит отметить особенности процесса разработки танка в германии потому что проектировались отдельно шасси отдельно башни то есть этого могли быть вообще независимые разработки то есть вот есть шасси есть диаметр погона какую-то башню поставят это уже дело решится потом существовала так называемая панцер комиссия существовали все ведущие игроки в танкостроении представителей и 6 отдела вооружений сухопутных сил и от управления артиллерии того же отдела того же управления туда там же был и фердинанд парша то есть все заинтересованные высшие чины которые принимали участие в танкостроении собирались вместе и задавали тенденции которые должны использоваться при проектировании машин то есть здесь не было такого творческого взгляда у какой-либо фирмы что мы делаем вот такой-то вот танк всегда были какие-то задаваемые тенденции то есть заказчик строго говорил нам нужно вот так вот сделать соответственно после того как ознакомились т-34 пошла тенденция на рациональные углы наклона брони фердинанд парше дел проект фаука 4501 тигр парше и согласно этих тенденций со 101 машины уже должна была устанавливаться наклонная броня в лобовой части то есть сначала там задали угол 60 градусов они постепенно этот проект начал перерастать во что-то больше потому что даже тот танк который назывался тигр парше по по индексу паршета типом 101 он претерпевал значительные изменения в ходе разработки то есть та машина которая собиралась на испытания уже значительно отличалась от того что там фердинанд парше хотел предлагать дальше и соответственно вот этот проект с наклонной броней получил название тип 101 усиленный затем его начали дорабатывать все дальше и дальше перекомпоновывать корпус в марте 42 года этот проект получил название тип 180 туда планировалась разработка от фирмы дайвер бэнс это люк механика водителя в лобовой части то есть видимо тоже они насмотрелись на т-34 увидели что у тигра парше врожденный недостаток что из отделения управления не выбраться никак кроме как через башню то есть два члена экипажа по сути были заперты поэтому было принято решение что в лобовой части корпуса делается люк со смотровым прибором а стрелок радист выберется через днище но постепенно от этой наработки отказались в лобовой части корпуса установили просто так называемое яблоко со смотровым прибором механик водитель никак не мог выбраться ну а соответственно кроме как через башню стрелок радист также через днище полностью был перекомпонован корпус то есть борта тоже получили углы наклона кормовая часть тоже была переделана потому что перекомпонована и моторное деление и топливные баки были переделаны целиком полностью получился по сути новый танк добавляем сюда еще как раз созданный концепт вот этой башни в апреле 42 и получается новая машина с рациональными углами наклона практически всех элементах корпуса броня лобовая составила 80 миллиметров причем лист лобовой был гнутый то есть нижняя лобовая деталь и верхняя лобовая деталь составляли одно целое толщина 80 миллиметров углы наклона верхней части получается 55 градусов от вертикали нижней 45 градусов от вертикали борта имели небольшой наклон подвеска внешние торсионы по сути также как на тигре парше на первом башня через электропривод механизм поворота через электропривод в качестве силовой установки рассматривались два двигателя воздушного охлаждения на этом доктор не остановился и сразу новый танк он начал проектировать во множестве других вариантов то есть рассматривались различные типы трансмиссии электромеханическая гидромеханическая различные типы силовых установок одних двигателей воздушного охлаждения спарок было два типа то есть повышение мощности спарка дизелей предполагалось один дизель предполагался в общем он распланировал целое семейство затем возникает на горизонте проект танка пантеры здесь уже тоже возникают какие-то идеи об унификации которые преследовали преследовали немецкое танкостроение до конца войны то есть они хотели унифицировать тяжелые танки и средние танки и здесь повторяется анекдотичная ситуация с тигром парше когда не дожидаясь чего-либо оформляется заказ делается заказ на производство то есть если тигров парше построили корпуса то здесь ушли в производство башни и корпуса к счастью или к сожалению не могу сказать точно не успели был первоначальный заказ на 200 корпусов на 200 башен уже даже были составлены составлен пул серийных номеров для этих машин до 3 ноября вся история танков парше заканчивается все проекты замораживаются провал с двигателями воздушного охлаждения он стоил достаточно дорого то есть эти машины уже никуда не пошли был выдан контракт на производство трех шасси в опытных целях и снова тут возникает какой-то анекдот потому что этот контракт оказался поначалу потерян то есть круп его почему-то искал на фирме алкет они все обращались в управление вооружений где тоже не могли сначала подтвердить наличие контракта в результате оказалось что весь этот заказ ушел на небе лунгенверке по официальным данным 3 шасси было произведено три экземпляра какова их судьба неизвестно есть сведения что использовались они для испытания силовой установки знаменитого икс образного дизеля сла-16 но никаких фотографий этих шасси нету информации о захвате их тоже нету поэтому что с ними случилось история умалчивает но 50 башен произвели причем производство этих башен это отдельная история многие думают что представители фирмы круп увидели башни т-34 и сразу же захотели сделать то же самое на самом деле не совсем так и эта инициатива скорее всего идет от заказчика потому что управление вооружений несмотря на все жалобы фирмы круп которые сильно жаловались что невозможно эту башню подготовить для крупно-серийного производства и нужно переделывать они твердо стояли на своем и еще подбрасывали туда дополнительных трудностей башня вообще на самом деле удивительная потому что вот лобовой лист он гнутый причем гнутый не в одной плоскости то есть где абразура под орудия у него еще внутрь такой загиб получается то есть такие щеки выступают по бокам башни при этом он еще гнутый поперечной плоскости и еще перемены толщины то есть чтоб все это стыковать выбиралась по разному толщина и с шиповым соединением то есть трудоемкость этой детали была огромная поначалу вообще при гибке все это трескалось поэтому фирме круп пришлось экспериментировать с типами стали чтобы можно было такую деталь производить особую трудность доставлял левый борт потому что был задан угол наклона бортов 30 градусов от вертикали но при этом командир не помещался поэтому в средней части борта дел делалась выштамповка получается цилиндрическая часть то есть борт идет под углом и такая вот цилиндрическая труба и управление вооружение запрещало делать эту часть сварной то есть это должен быть быть цельный лист и потом они предъявили требования что так как толщина борта 80 градусов он под углом а здесь получается практически прямой угол то защита должна быть увеличена то есть без применения сварных соединений нужно увеличить ее на 100 миллиметров до 100 до 100 да конечно как это было сделать ну непонятно в конце концов разум возобладал и башню привели в нормальный вид но к этому мы вернемся снова позже потому что история непосредственно танка тигр 2 началась чуть раньше чем закрыли проекта парше она началась весной 42 года потому что тенденции в танкостроении виде наклонных листов добрались и до фирмы хеншель которая уже отгрузила первый опытный экземпляр танка тигр и начали прорабатывать вариант этого танка с наклонной броней в лобовой части корпуса проект получил название vk 4502 так как это проект хеншеля работы велись в условиях какой-то неопределенности то есть твердого никого заказа не было поэтому очень вяло текущий процесс был начали даже рассматривать что этот танк будет переходным между тигром 1 и следующим проектом который получил название vk 4503 он же тигр 3 в результате видимо они поняли что бесперспективно шасси тигра переделать под все новые требования и под новую башню поэтому начал началась разработка абсолютно нового шасси здесь стоит заметить что танк получился похожим на пантеру только с первого взгляда сейчас мы по основной хронологии пройдем будет понятно почему вообще тема похоже на пантеру похоже на тигр она такая достаточно скользкая потому что если посмотреть на компоновку пантеры она практически не отличается от компоновки танка тигр то есть по компоновочным решениям можно сказать что это немецкий танк то есть все весь вот этот вот зверинец кроме тигра в парше по сути в компоновочных решениях он одинаков и здесь такой забавный факт что башня пантеры это переработанный вариант башни тигра х2 который делался фирмой rain metal 75 миллиметровым орудием который опять таки потом встала на пантеру поэтому это такой общий котел в котором варились все разработки поэтому говорить что вот это следствие из предыдущего неверно вернемся к проекту тигр 3 датой начала является октябрь 1942 года к 23 ноября уже был готов были готовы чертежи лобовых и кормовых деталей корпуса то есть справились не там очень быстро детали располагались под углом 50 градусов от вертикали корма 30 градусов причем корма как и у тигра один состоялась двух деталей то есть внизу образовывалась ступенька назначение такого стыка не совсем понятно возможно они хотели сократить вес путем вот этого вот скоса но по факту там получался врезной шип и четыре сварных соединения то есть по факту это было усложнение конечно не так конечно как в башне не так как в башне с башней мало что сравниться тоже неплохо лобовые детали корпуса составляли 100 миллиметров традиционная гнутая защита бронировки бортовых передач тоже составляла это нам не 100 миллиметров 80 миллиметров стояла на 100 миллиметров ее изменили немножко позже 28 ноября уже был готов полный чертеж корпуса то есть они тут меньше чем за месяц уложились с разработкой проекта корпуса целиком корпус целиком соединялся в шип это был либо простой шиповое соединение было либо врезной шип для стыка бортовых деталей и лобовых с кормовыми это очередная тенденция в немецком танкостроении потому что весной 42 года было продавлено решение что все детали начинают резаться газом исключительно используется газорез в некоторых случаях допускалась механическая резка и с осени был запланирован переход на повсеместное шиповое соединение потому что возросшие баллистические нагрузки возросший калибр снарядов требовал разгрузить сварные швы шиповое соединение могло обеспечить это и не выход танка из строя даже при разрушении сварных швов то есть в каких-то случаях даже если швы потрескались то все равно танк способен к передвижению насчет введения боя это вопрос конечно но по крайней мере не безвозврат сразу отъехать может короче да ну на самом деле встречались вот в мемуарах что пантеру стреляют и у нее там лопаются швы они видят свет насколько это правда это уже другой вопрос но такие вот случаи по крайней мере в мемуарах встречаются значит на этом чертеже уже занятным моментом является то что в шип соединялись и крыша корпуса с бортами и днище корпуса тоже с бортами то есть везде прямо использовалось шиповое соединение точно так же как на проекте пантеры ее постигла та же самая участь потому что изначально предсерийные образцы сварились в замок но затем эта тенденция догнала их и точно также соединение делается в шип значит здесь сразу можно посмотреть на чертеж корпуса в плане днища подкрылка то есть днище подкрылка шло под углом 85 градусов точно также как и на тигре 1 если посмотреть проект пантеры то у нее днище подкрылка выполнена прямо и в кормовой части под размещение системы охлаждения и топливных баков сделаны специальные клиннообразные вставки чтобы поместить во внутренний объем топливные баки системы охлаждения и все это добро тоже собиралась в шип здесь конструкция хеншеля она была гораздо проще при этом шла она еще от тигр 1 то есть по сути если вы посмотрите на корпус тигра 1 и вот представите что вот этот корпус нужно сделать с рациональными углами наклона то плюс на минус выйдет как раз вот проект тигра 3 только с учетом того что тигр 3 был крупнее потому что рациональное расположение бронелистов под рациональным углом наклона требовало увеличения заброневого объема то есть в своем в проектировании танков немцы решительно не хотели уменьшать заброневой объем поэтому у них соответственно росли массы и габариты да конечно то есть объем растет за счет увеличения габаритов я видел такие мнения что например это вообще ерунда что они хотели сохранить боекомплект что все там дело в кардане на самом деле нет боекомплект они очень хотели сохранить забегая вперед а можно сказать что тигр 2 получил боекомплект 70 снарядов что кажется очень много много но велись отдельные работы по повышению этого боекомплекта то есть разрабатывались боекладки повышенной емкости планировалась установка дополнительных боевых кладок то есть этого боекомплекта немцам не хватало насколько эти решения оправданы сложно судить но вот такое мнение у них было здесь можно упомянуть случаи из боевых действий когда действительно танки тигр 2 расстреливали целиком боекомплект возвращались на пополнение после чего снова уходили в бой то есть такие ситуации были насколько часто сложно сказать но потребность такая тоже периодически было 30 ноября 42 года происходит очередное добавление деталей в этот проект снова на за счет выработанных тенденций в лобовой лист корпуса планируют установку люка пробки с смотровым прибором механика водителя такой же прибор устанавливается на танк пантера такой же прибор плюс-минус планировался и на тот самый проект парше и более того планируется на все эти танки установка пулемета через амбразуру в лобовом листе корпуса в таком виде эта установка пошла только на танк пантера д определяющим для нового танка стал январь 1943 года уже 1 января увеличивают толщину лобового листа до 150 миллиметров возводя уже в лобовую защиту в какой-то абсолют по тем временам потому что даже танк тигр со 100 миллиметровой броней без угла наклона практически там 10 градусов было представлял собой трудно поражаемый мишень а тут 150 миллиметров под углом 50 градусов отсутствовали на тот момент наверное именно противотанковые средства которые способны были поразить этот танк бронировка передач увеличивается тоже до 100 миллиметров пропадает как раз вот этот скос в корме то есть кормовой лист теперь представляет собой одну деталь пропадает прибор наблюдения механика водителя начинают разрабатываться подвижные приборы в крыше корпуса и затем происходит вообще момент который определил и судьбу тигра 2 и часть судьбы танка пантера и даже затронулой тигр 1 немцы решили что бронезащиты пантеры им на восточном фронте не хватит поэтому нужно разрабатывать и замену обозвали проект пантера 2 начали его разработку с 3 января и тут же решили что нужно унифицировать разрабатываемый тигр 3 и вот эту вот свежую пантеру 2 когда появились чертежи пантеры 2 там сразу стало видно что подкрылок располагается тоже под углом как его проекта тигр 3 как его проекта тигр 1 и забегая вперед скажем что в мае 43 года появляется идея модифицировать пантеру до модификации г как раз с учетом тех наработок которые внедрены в пантере 2 и пантера г получает тот же самый наклонный подкрылок поэтому очевидно что люди смотрят на пантеру г и на тиг которая появилась в производстве чуть раньше чем на полях сражение появился тигр 2 видят почти практически идентичные по форме корпуса но не учитывают вот эту хронологию потому что все вот эти вот изменения они не вытекали из чего-то одного то есть вот появляется какое-то решение заказчик говорит мы сегодня делаем танки вот так то все это начинает там внедряться в следующей модификации также на пантере появились и вот те самые подвижные приборы механика водителя в и были упразднены флавовой плите прибора на прибор наблюдения тоже мехвода с люком пробкой поэтому все это один общий такой котел касательно пантеры 2 планировалось унификация единой силовой установки планировалась единая система охлаждения для проекта пантера 2 тигр 3 по трансмиссии вопрос был еще не решен поначалу но затем все-таки пришли к использованию коробки передач от майбаха которая использовалась на танке тигр 1 она была со встроенным главным фрикционом и с хеншлифским же механизмом поворота то есть это все представлял собой один блок поэтому проект пантера 2 претерпел некоторые изменения чтобы все это добро туда вставить бортовые передачи тоже планировались одинаковые и соответственно ходовая часть тоже была сделана одинарными торсионами потому что пантера изначально планировалось как скоростной танк но когда масса скоростного танка перевалила за 40 тонн тут уже пришлось подумать что не нужны двойные торсионы потому что на такой скорости все-таки он ездить будет не часто но проект пантеры 2 тоже благополучно закрылся потому что очень сложно перестраивать производство уже существующих машин перешли на абсолютно новый средний танк на пантеру и тут через какое-то время необходимо уже перестраивать под абсолютно новый танк пантера 2 здесь не получалось так что из пантеры можно получить путем каких-то манипуляций пантеру 2 это абсолютно новый проект поэтому тигр 3 остается в гордом одиночестве от пантеры 2 он получил ну совместно с пантерой 2 он получил систему охлаждения силовая установка ну плюс-минус она одинаковая на всех немецких танках тяжелых и условно тяжелых гусеницы должны были быть унифицированы потому что транспортные гусеницы для тигра 3 это должны были быть боевые гусеницы для пантеры 2 и самый наверное главный момент по унификации этих машин на пантере 2 получились исключительно удачные опорные катки это катки с внутренней амортизации их естественно сразу поставили на тигр 3 позже ограниченная серия с 23 машин была пантер г с такими катками и такие же катки начали устанавливаться на тигр то есть до конца производства там определенный период времени такие катки ставились на ходовой части и в частности на подвеске наверное стоит остановиться отдельно потому что этот вопрос достаточно вопиющий почему немцы делали так и никто после них такого не делал на самом деле немного еще делали французы но это как следствие как и в любом техническом решении здесь есть набор компромиссов основной целью именно шахматного расположения катков является желание расположить максимальное количество катков большого диаметра на опорной поверхности гусеницы что решает вопросы проходимости вопрос увеличивает вопрос живучести подвески и самый главный наверное вопрос это вопрос резины потому что вопрос расхода резины и ходимости катка он на тяжелой технике приобретает особое значение потому что при больших массах резина улетает просто в лёд а выходит из строя резина и дальше начинаются уже серьезные проблемы поэтому вот расположение как можно большего количества элементов она увеличила ходимость каждого катка в отдельности на тигре 1 было восемь катков на борт многие думают что и было 24 но на самом деле нет катков было 8 на борт просто они были трехшинная точно также у т-34 было пять на борт двухшинных катков тигра 1 они были трехшинная просто там очень сложная конструкция конструкция была вот прямо действительно врагу не пожелаешь потому что эти катки диски катков изготавливались из нескольких деталей путем сварки через переходные втулки это все соединялось причем для различных пар торсио балансиров это было все разное то есть первый на первый балансир одевается одна конструкция на второй балансир конструкция уже совершенно другая то есть это ничего не взаимозаменяемое это все тяжелое это все сложное в производстве на пантере а значительно упростили всю эту конструкцию диски стали очень простые и по схожему пути пошла фирма хеншель то есть весной 42 года когда запланированная работа по тигру 2 тигру 3 они предложили вариант 4 шинного катка с резиновым бандажом диски были простые диски были едины то есть это просто был набор одинаковых дисков в разной последовательности собранной ширина траков составляла планируемая боюсь ошибиться или 720 или 740 миллиметров точное число я сейчас не помню был у них проект катка с внутренней амортизацией в качестве амортизирующего элемента которого выступали пружины расположены по окружности то есть вообще себе сложно это представить на такой проект был и именно вот проект пантеры 2 поставил конец вот в этой эпопее потому что каток получился и эффективным и простым отдельно можно отметить простой его монтаж то есть диск просто надевался на ступицу и с помощью разрезного кольца было кольцо снаружи и изнутри разделено на три сегмента они были на конус сведены то есть просто вот так это все зажималось и скручивалась монтаж был очень простой наши инженеры это оценили более того проводились испытания т-34 с катками от тигр-б по итогам этих испытаний был разработан собственный каток с внутренней амортизацией по типу тигр-б так он на испытаниях и назывался дальнейшую судьбу этих катков я к сожалению не могу сказать здесь возможно нам алексей макаров поможет в этой теме но разработка такая имела место 3 июня готов полный эскиз танка тигр-2 и на этом эскизе уже присутствует переработанная башня то есть фирма круп своего добилась они изменили разрешили им изменить угол наклона бортов до 20 градусов против 30 изначальных было немножко перегапонована место командира то есть больше никакого вот этого выштампанного участка не было то есть башня была практически симметричная была изменена маска орудия она получила более увеличенную площадь лобовая деталь башни была представлена в виде плиты толщиной 180 миллиметров против 100 изначальных потому что защита бронекорпуса значительно выросла я напоминаю что изначально башня проектировалась под танк тигр-1 у которого броня корпус составляла 100 миллиметров соответственно лоб башни тоже был сделан размером 100 миллиметров здесь уже у нас 150 миллиметров под углом поэтому чтобы хоть как-то привести бронезащиту на адекватный уровень поставили лбовую плиту толщиной 180 миллиметров под углом 10 градусов все это дело прикрыла маска увеличенной площади цапфы орудия выходили вперед в амбразуру то есть они не выходили за пределы башни но они находились где-то вот внутри вот этой массивной плиты поэтому дополнительно для защиты цапф приварилась шаровая установка которая уже спереди прикрывалась маской а получается с боков от обстрела защищала орудия и возможность проникновения осколков свинцовых брызг к цапфам командирская башенка осталась той же самой которая проектировалась изначально командирская башенка тоже оказалась удачным это семь неподвижных приборов расположенных на закованном основании потом она перекочевала и на танк тигр и по ее образу и подобию была сконструирована башенка для пантеры только она была уже заметно выше и литой но в целом решение видимо получилось удачным раз его начали транслировать на все остальные танки в октябре 1943 года был собран первый опытный экземпляр индексом v1 в этом виде в этот экземпляр отправился на испытание теперь наверное перейдем к вопросу производства потому что считается что производство тяжелых танков это вообще какой-то дорогостоящий процесс все очень сложно чуть ли там не космические технологии поэтому на этом моменте мы остановимся отдельно и начнем мы с брони потому что немецкая броня качество немецкой брони тоже вызывает массу опросов масса различных мнений имеется что концу войны все стало плохо видимо в начале войны все было хорошо что тоже не отражает действительность потому что хорошо не было никогда известно что немецкие танки по большей по большей части вообще максим в максимальной степени собирались из катаной брони соединения сварны мы сейчас говорим именно уже тяжелых образцах техники летая броня использовалась очень ограничено то есть в основном это маски орудия какие-то бронировки единственными такими крупными деталями из основного бронирования является летая броня башни танка пантера и летая броня летая деталь рубки самоходной установки ягдтигр то есть это вот самый крупный элемент основного бронирования которые выполнялись способом литья все остальное основные основные бронедетали они выполнялись методом проката требования к прокату устанавливались верховным командованием сухопутных войск и шестым управлением вооружений требования включали в себя химический состав твердость баллистические испытания и для каких-то диапазонов толщин требования к термообработке прокат был поделен на 7 диапазонных диапазонов толщин то есть каждому из этих диапазонов предъявлялись собственные требования наверное самым проблемным моментом является то что эти требования не соблюдались то есть на испытаниях захваченных машин была выявлена неоднородность химического состава даже в пределах одного танка то есть разброс был очень сильный если сравнивать полученные результаты с требованиями которые устанавливались по немецким техническим условиям они не выдерживались отдельный момент то что не было контроля качества по типу излома тип излома определяется качеством термообработки то есть термообработку на основных диапазонах толщин немцы не проверяли никак то есть нарушение этих режимов ввело как раз к разбросу по типу излома то что приводило как раз к низкой тыльной прочности деталей то есть если не выдержана не выдержанные режимы термообработки при обстреле деталь получает поражение с тыльной стороны хрупкие поражения при этом ее противоснарядная стойкость может быть никак от этого не зависеть то есть прекрасно снаряд не пробивает но броня получает разрушение то есть эта деталь в дальнейшем использоваться уже не может то есть вот это вот основной такой момент который приводил к ситуациям которые будут выявлены дальнейшем в дальнейшем при обстреле что касается лигирующих элементов безусловно отсутствие тех или иных элементов зависимости от срока от времени введения боевых действий потери сырьевых источников оно имеет место но не стоит придавать этому такое большое значение потому что те же самые результаты с разрушением брони были получены в сорок третьем году и в сорок втором и даже в сорок первом когда обстреливали детали и вроде деталь не пробивается из 45 миллиметровой пушки но она вся треснула проблемы с присадками не были всегда это проблемы с режимом термообработки то есть это невыполнение технических условий что касается лигирующих элементов то как когда как в кино вроде крупто броню у них изобрел почему они так делали ну здесь тоже крупную здесь тоже нужно иметь ввиду что то что у немцев плохо не означает что что хорошо у нас вообще вот в истории тигра 2 и в истории именно вопроса качества качества брони качество сборки очень многое перекликается с отечественным танкостроением как это не печально но проблемы были схожи и когда зайдет речь именно про обстрел образцов мы об этом отдельно поговорим потому что не очень хорошо было и у нас с этим боролись боролись с разным успехом но такие проблемы тоже встречались значит по легирующим добавкам в сорок третьем году появляется в составе никель в середине сорок четвертого он уже оттуда пропадает в июне сорок четвертого года из брони пропадает малибден осенью сорок четвертого пропадает ванадий и основным легирующим элементом остается хром еще одним важным моментом является то что основным что что в немецкой броне очень высокое содержание углерода было то есть высокоуглеродистая броня и карбидообразующий элемент хрома то есть вот основная формула немецкого проката все остальное уже там колебалась по-разному вот эти величины они неизменны броня средней твердости гомогена с увеличением толщины твердость снижается чтобы уменьшить растрескивание здесь нужно учесть что чем толще детали тем сильнее всплывает вот эти вот проблемы с термообработкой то есть это тоже нужно иметь ввиду прокат поступал на заводы по сборке бронекорпусов на каких-то заводах он делся сам плюс из различных источников тоже доставлялся сборка бронекорпусов и бронебашен осуществлялась двумя предприятиями это круп в эссене и дортмунд хердер хюттен феррайн а непосредственно в дортмуне в дальнейшем я буду с вашего позволения использовать просто бортом да очень просим на этих предприятиях выполнялась резка бронелистов выполнялась она газом причем сразу когда резался бронелист выполнялось и снятие фасок потому что на автомате которым резали стоял стояла несколько горелок под разными углами то есть за один проход можно было отрезать детали сразу получить фаски круто качество реза было достаточно высоким потому что использовалась пламя при высокой частоте кислорода черновой отрез составляли детали для тигра 2 составлял 40 часов чистовой 53 то есть за 53 часа в общем подготавливалась подготавливались все детали на крупе была сборочная линия поточного типа то есть все было на рельсах было четыре линии с подвижными кантователями на в дортмунде соответственно были кантователи неподвижные порядок сборки был таков что сначала на определенном стенде собиралась днище со всем своим силовым набором из конструкционной стали после того как днище собрано устанавливались лобовые детали кормовая деталь и борта корпуса все это дело собиралось прихваточными швами длина швов составляла 100-150 миллиметров дальше устанавливались подкрылки тоже прихватки использовались крыша на данном этапе не устанавливалась после чего этот корпус отправлялся на кантователь кантователи у немцев были подвижные то есть осуществлялся поворот в поперечной оси то есть корпус зажимается с лобовой части с кормовой части и затем просто крутится и сварщики все это дело проваривают сварка использовалась только ручная поначалу немцы использовали только устанитные электроды в дальнейшем ситуациях в 44 году вынудила осуществить переход на ферритное но там выявился ряд проблем то есть круп например ферритными электродами варил только башни переход на ферритные электроды в Дортмуне вызвал ряд проблем в 30-40 процентах случаев образовывались трещины поэтому были разработаны методики когда чередовались слои аустенитных и ферритных электродов но процент брака конечно снизился он составлял 10-20 процентов что касается контроля качества то на этих заводах качество сварных соединений оценивалось чисто визуально никаких инструментов контроля не было то есть если обнаружили трещины заставляли выплавлять этот участок заваривать обратно все время сварки корпуса составляла 136 часов я не знаю много это или мало относительно других машин но не сказать что какие-то космические затраты времени на это требовались финальным этапом сборки корпуса накантователя являлась установка крыша то есть уже весь корпус обваренный снаружи внутри только тогда устанавливается крыша крыша состоялась трех бронелистов толщиной 40 миллиметров то есть это толщина крыши практически сравнима с толщиной брони лобовой брони т-34 башни собирались начиная с основания точно также на стенде устанавливались лобовые бортовые детали прихваточные швы башня затем отправлялась накантователь где точно также обваривалась самым ответственным моментом является сборка крыши крышу подгоняли индивидуально под уже собранный каркас башни то есть прикладывали заготовки делали метки выполняли профильную резку крыша состоит из трех бронеплит она горизонтально две под углом это все стык сваривалась затем устанавливалась на башню и только тогда уже все это дело обваривалась именно вот этой ручной подгонкой можно объяснить что те же самые вырезы например под люки на музейных машинах гуляют то есть если посмотреть танк в кубинке если посмотреть танк например в лаглейс в бельгии то у них положение люка заряжающего заметно так отличается именно вот за счет вот этой вот ручной подгонки появлялись вот такие вот допуски плюс-минус на круп было собрано 444 корпуса и 335 башен дортмунд дал 157 корпусов и башен производительность могла составлять от крупа до 120 корпусов в месяц от дортмунда 45 корпусов в месяц на такие величины конечно они не могли выйти потому что территория рура подверглась массированным бомбардировкам и неоднократно все это сказывалось конечно на производительности и заводы хеншля которые собирали непосредственно сами танки они тоже подвергают тоже завод подвергался серьезным бомбардировкам то есть на плановые сроки один раз были близки к выполнению плана но так до конца не получилось выйти на плановые показатели да значит союзники молодцы спору нет дальнейший процесс производства заключался в том что собранная бронекорпуса и башня отправлялись на завод сборщик это вообще традиционно для немецкого танкостроения когда есть завод сборщик танков все комплектующие поступают на него а он уже просто собирает весь этот так сказать конструктор в боевую машину корпуса приходили на завод хеншель здесь такой момент что в лобовой части корпуса устанавливалась шаровая установка пулемета круп и и не ставил то есть круп поставлял корпуса с просто обработанным участком и шаровые установки вот эти поступали на завод хеншеля отдельно из дортмунда они поставлялись уже с обваренной шаровой установкой то есть полностью собраны почему так было нигде не указывается но такой вот факт существует после того как корпуса пришли они отправлялись на механическую обработку на фирме хеншель существовало два цеха цех номер 3 цех номер 5 цех номер 3 это цех непосредственно механической обработки и сборки шасси цех номер 5 это цех окончательной сборки танка было две линии одна неподвижная дна подвижная естественно производительность подвижной линии было гораздо больше потому что просто по установленный корпус на рельсах подъезжал к нужному станку выполнялись все действия он ехал дальше с неподвижной линии надо было водрузить на каждый станок этот вот массивный корпус обработка на самом деле механическая не представляет из себя чего такого сложного потому что это была обработка башенного погона посадочного места под шариковую опору она выполнялась вертикальным токарным станком одновременно с этим выполнялась обработка отверстия посадочных мест под редуктора бортовых передач то есть сразу вот грубо говоря на одном стенде две обработки после чего корпус перемещался на шести шпиндельный рассверловочный станок где рассверливались посадочные отверстия под торсионы балансиры и в дальнейшем следующим этапом это просто рассверловка на четырех шпиндельном станке посадочных под ведущие под валы бортовых передач ведущие валы и под ленивцы под кривошип ленивца на этом механическая обработка заканчивалась танки перемещались корпуса перемещались на сборку устанавливалась ходовая часть устанавливались топливные баки система охлаждения двигатель проводилась электропроводка тормоза и заключение монтировалась трансмиссия дальше уже только внешние работы по установке различного рода креплений крыльев и после чего готовое шоссе отправляется в цех номер 5 башни собирались на соседнем предприятии фабрики вегман по схожей методике на самом деле то есть тоже выполнялась обработка посадочного места под шариковую опору на вертикальном токарном станке фрезером обрабатывалось посадочное место под командирскую башенку и дальше уже просто монтаж механизма поворота полика люльки орудия вместе уже собраны с прицелом со спаренным пулеметом с механизмом поворота то есть пневматическим уравновешивающим устройством все это монтировалось и башни отправлялись на хеншель в цех номер 5 где уже ставили башню на танк и соответственно танк был готов к испытательному пробегу что касается производительности то завод хеншель при сборке обеспечивал одновременное нахождение до 22 шасси на сборочных линиях на непосредственно сборке уже танков могло находиться уже 10 штук только это установка башен когда осуществлялась что касается персонала то на хеншель работало 8000 человек работали в две смены по 12 часов но ночная смена давала 50 процентов о дневной была внедрена так называемая система такт когда процесс сборки разделен на 9 циклов если смотреть фотографии по сборке например тигров 1 то видно там стенды где осуществляется сборка ходовой там висят прямо плакатой написано такт такой-то номер то есть у них было вот шаг 1 шаг 2 все было разделено по шагам всего их было 9 циклов ну возможно да на вегмане работало 1200 человек и работал в две смены по 10 часов полная сборка башни занимала до 12 дней в то время как на хеншель полная сборка танка занимала до 14 дней тоже я бы я бы не сказал что это какие-то такие космические значения всего было построено в сорок четвертом году 377 танков в сорок пятом 112 после того как танки были собраны они отправлялись на небольшой испытательный пробег пробег их принимала комиссия если комиссия принимает танк то он дальше они отправляют он отправляется в сборочный пункт это армейские пункты для танков тигра 2 он был в городе зен где уже на машину устанавливались радиостанции боекомплект и после этого танк уже попадал официальный реестр и на самом деле я совершенно упустил момент переименования танка из тигра 3 в тигр 2 это случилось по той причине что проект тигр 2 собственно не был по итогу так оформлен а так как уже был осуществлен переход на тигр 3 но они откатили обратно то есть в ряде чертежей еще фигурирует и тигр 3 но затем он уже официально был переименован тигр 2 в таком по таким названием он и вошел в историю то есть тигр 2 и он же тигр модификации б меня вопрос когда красили в какой момент покраска танков она выполнялась по-разному зависимости от времени войны так скажем вообще труднодоступные элементы красились сразу то есть например вот собрали корпус участок закатками сразу подвергался покраске это базовой думке гельб решетки места под лючками прокрашивались тоже сразу после того как шасси целиком готова корпус окрашивают в базовый цвет то же самое из башни и танки уходили в базу думке гельбе где в частях уже непосредственно каждый батальон их красил по собственному желанию то есть какую там схему он применял ситуация изменилась осенью 44 вернее начала она меняться в августе потому что было принято решение о введении заводского камуфляжа в таком авторитетном источнике как томас йенс неоднократно указывается информация что немцы отказались от базового цвета то есть что танки должны быть покрашены только красно-коричневой грунтовкой и на них должен быть нанесен камуфляж из соответственно желтого и зеленого цвета по чтобы не использовать дункельгрюм дункельгельб все это понятно но на самом деле это не подтверждается фотографиями это не подтверждается находками тех же самых танков пантера судя по всему использовался и коричневый цвет грунтовка не использовалась в качестве цвета камуфляжа или возможно использовалась в какие-то ограниченные периоды то есть вот вопрос заводского камуфляжа он такой очень расплывчатый то есть да была применена единая схема то есть очевидные шаблоны на танках тигра 2 тот самый засадный камуфляж свет и тень который применялся он выполнялся плюс-минус по одной схеме он мог выполняться как из пульверизатора краскопульта так и кистью красили мы заводе это начиная там с начала осени 44 года при этом на машинах можно видеть которые уже пришли в заводском камуфляже что камуфляж наносился например поверх тросов то есть трос снят а под ним и светлые участки троса и соответственно никакой грунтовки в качестве базового покрытия нет поэтому это вопрос очень дискуссионный и однозначных каких-то данных и доказательств на данный момент по нему нет но известно только то что поначалу немцы красили базовый цвет и передавали на дальнейшую покраску в части машины а затем они перешли на единая схема заводских камуфляжев это было и для пантер это было и для тигров 2 причем для пантер гораздо веселее потому что у них каждый завод имел собственно схемы камуфляжа и порой очень оригинальная за это нам и нравится моделирование да безусловно можно что-нибудь накрасить интересно ну тут нет полет фантазии все-таки исключается потому что схемы все-таки они хотя и разнообразная но плюс-минус они там выдерживались каких-то стандартах но безусловно вот дисковый камуфляж самое великолепное что можно придумать в плане трудоемкости даже ясно ну что на сегодня закончим наверное да на сегодня закончим в дальнейшем мы продолжим непосредственно говорить по конструкции танка и по выводам союзников и советских специалистов по данной машины спасибо большое очень интересно очень подробно до следующего раза обязательно спасибо большое всем всего наилучшего до новых встреч и